ДИСНАТОВ Смоленскими полицейскими задержан подозреваемый в серии магазинных краж. Сводка криминальной обстановки в городе. Отчётный концерт хореографического коллектива городского центра «Досуга». А сейчас об этих и других событиях подробнее. По указу президента Владимира Путина, 2017 год объявлен Годом экологии. В связи с этим в рамках празднования Всемирного и Международного дня Земли сотрудники молодёжного центра 23 марта провели викторину «Лицом к природе» об участниках и победителях в нашем первом сюжете. В экологической викторине приняли участие три команды – волонтёры Молодёжного центра Десногорского энергетического колледжа и воспитанники военно-патриотического клуба «Ангел». Викторина состояла из пяти туров. Тест-вопросы по заявленной теме, вопросы на тему «Что вы знаете о природе», живые барометры, народные приметы, фото-вопросы, вопросы о животных и птицах из Красной книги Смоленской области и общие вопросы. Конституция России предусматривает. Правильный ответ. В. Обязанность граждан – заберечь и защищать природу. По результатам викторины места распределились следующим образом. Третье место у команды военно-патриотического клуба «Ангел». Второе – у волонтёров Молодёжного центра. А победила команда волонтёров Десногорского энергетического колледжа. Все команды были награждены грамотами и сладкими призами. В Смоленской области уже 12 человек получили штрафы и выговоры за поджог травы. Региональное главное управление МЧС усилило контроль над соблюдением требований пожарной безопасности и зажиганием сухой растительности. Огнеборцы региона обращаются к жителям и гостям области с просьбой не поджигать сухую траву и пресекать детские шалости с огнём. За подобные деяния грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 6 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 тысяч до 1 миллиона. Палы травы могут стать причиной крупного пожара и привести их к человеческим жертвам. Субботний день запомнился многим жителям региона. В Смоленске прошло авиашоу. На аэродром Северный пришли больше 20 тысяч смолян. В результате 50 человек подали документы на службу по контракту. Зрителям довелось увидеть боевую технику – выступления парашютистов и соколов России. Гости мероприятия смогли насладиться выступлением Сергея Маховикова. На интерактивных площадках была представлена военная техника, снаряжение и униформа Вооружённых сил России. Криминальные новости. В лесу Тёмкинского района местные жители обнаружили многочисленные останки лосей. Кладбище животных на пушке леса зафиксировали на фото. На снимках видны фрагменты шкур головы, копыта и осколки костей. Рядом стреляны гильзы, плахи для рубки мяса и следы вездехода. Обеспокоенные жители обратились в полицию. По факту проводится проверка. Смоленин купил больничный за 2800 рублей и стал фигурантом уголовного дела. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что он предъявил в отдел кадров поддельный листок временной нетрудоспособности. Ведомство выяснило, что мужчина не обращался в лечебное учреждение и больничный не выдавался. Врач, подписавший документ, в штате больницы не работает. Лже больному теперь грозит крупный штраф или арест на полгода. С конца 2014 года по февраль 2016 в Смоленске в разных районах группы лиц были ограблены несколько торговых павильонов. Преступления совершались по отлаженной схеме. В ходе розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан. Им оказался ранее судимый житель соседнего региона 1977 года рождения. Двум его сообщникам удалось скрыться, но сыщики продолжили их поиск. Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что один из разыскиваемых передвигается на автомобиле иностранного производства по трассе федерального значения из соседнего региона в Москву. В ходе грамотно спланированной операции он был задержан полицейскими и доставлен в следственное управление УМВД России по Смоленской области. Задержанным оказался житель соседнего региона 1970 года рождения, ранее судимый за убийство. В настоящее время он арестован и помещен в следственный изолятор. Поиски третьего участника преступлений продолжаются. А в Десногорске в минувшую субботу с 20-го дома второго микрорайона женщина покончила жизнь самоубийством. По предположению, поводом к суициду послужили огромные долги. О том, что еще произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 107 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 116 административных правонарушений, в том числе 90 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. В Смоленске 26 марта на площадке перед кинотеатром «Современник» состоялась акция в поддержку здорового образа жизни «Я выбираю спорт». Инициатором выступило региональное отделение молодой гвардии «Единой России». Отдельное внимание организаторы уделили отказу от вредных привычек и профилактике борьбы с подростковой наркоманией. В акции принимали участие несколько десятков смолян. На площади была проведена зарядка, конкурсы с мечом, гирей, а также перетягивание каната. Спортивная эстафета пройдет во всех городах Смоленской области. 25 марта в городском центре «Досуга» при большом стечении зрителей прошел отчетный концерт образцового хореографического коллектива «Каприз», которым руководит Светлана Смирнова. Все подробности в нашем сюжете. Нынешний отчетный концерт был необычный, не просто танцевальные номера, а пластический спектакль. Уже третий год подряд коллективы «Каприз» и «Форсаж» готовят подобные пластические композиции. Спектакль для отчетного концерта поставлен по мотивам произведения Михаила Лермонтова «Маскарад». В главных женских ролях и массовке заняты самые старшие участники хореографического коллектива, а мужские роли в спектакле исполняют ребята из хип-хоп-студии «Форсаж». В постановке участвуют воспитанники младшей и средней групп коллектива «Каприз». Участники этих коллективов, прежде всего, увлеченные своими руководителями, прекрасно сочетают, допустим, и хип-хоп, те же самые мальчишки и девчонки, и, как вы видели, классику и свободную пластику. Это очень приятно. И мы надеемся, что это будет продолжаться и не один год. Директор городского центра «Досуга» Наталья Митрохина вручила выпускницам «Каприза» Яне Горобец, Алле Жаровой и Яне Залевской благодарственные письма, поблагодарила за сотрудничество родителей и руководителя коллектива Светлану Смирнову. Также Наталья Сергеевна поздравила с профессиональным праздником работников культуры Десногорска, который совпал с днём премьеры. Очень приятно в этот праздничный день видеть в нашем зале людей, которые неравнодушны к культуре, неравнодушны к творчеству наших замечательных коллективов. Я поздравляю с профессиональным праздником всех работников культуры. Компетентная жюри из Смоленска, которая присутствовала на отчётном концерте, высоко оценила способности ребят и творчество балетмейстера Светланы Смирновой. Коллектив «Каприз» городского центра «Досуга» в очередной раз подтвердил звание образцового. В Смоленской области на установку камер видеонаблюдения потратят 14 миллионов рублей. Камеры устанавливаются в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2016 году смоленские власти сообщили, что в регионе установлены 486 камер. До конца прошлого планировалось установить ещё 151 камеру с выводом изображения в дежурной части. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова